и сегодняшняя тора парша у нас тцв и я извиняюсь сегодня без без треноги я делаю это видео потому что мне надо будет пойти в другую комнату и показать вам то чего не могу на своих пальцах объяснить и так о чем я хочу поговорить в 28 главе исхода шмота в 17 стихе начинается говорится о 12 камнях которые висят на нагруднике священника первосвященника который первый был аарон и потом и потом все остальные и так вот 12 камней рубин топаз изумруд карбункул сапфир алмаз яхант агат аметист хрисолит оникс и яспис 12 камней и как ни странно в тоже в 28 главе но уже не исхода а языкиля описываются другие камни 9 камней которые были на груди на груди у сатаны который был помазанным херувимом как написано в 28 главе языкиля до падения он был помазанным херувимов и также он отвечал за прославление бога пока не упал но у него его украшали не 12 камней а 9 камней и как это не подозрительно но как это не интересно но вот эти три камня мне всегда интересовало почему и какие камни отсутствуют на нем поэтому я вам сейчас их покажу и дальше мы с вами продолжим и так я вам сейчас покажу те камни которых не хватает это яхонт яхонт агат и аметист сейчас я покажу как они выглядят сейчас вот смотрите сейчас делаем радио тише вот смотрите это яхонт это яхонт который еще является у нас яхонт он является еще янтарем янтарь то есть по-русски вы скорее всего знаете его как янтарь следующий камень следующий камень как вы видите вот он это халцидон халцидон это тоже один из подвидов агата бывают разные цвета у агата но вот это один из самых красивых цветов он такой синий голубой вот третий камень который отсутствовал у сатаны он такой перламутровый перламутровый фиолетовый это аметист то есть вот это три камня янтарь агат и аметист которые отсутствовали у сатаны и так что значат эти цвета золотой цвет вы можете это увидеть тоже в ранних посланиях языки ля этот золотой цвет который у янтаря этот золотой цвет это божья божья сила божья слава можно сказать цвет золота синий цвет этот цвет божьего присутствия и дальше перламутровый фиолетовый цвет это царственный свет и дальше идемте я вам покажу я вам покажу в новом завете как интересно пишется в послании петра послание петра послание петра 2 глава написано так тут во всей второй главе говорится о том что мы драгоценны для господа и что что пишется слушайте приступая к нему камню живому людьми отверженному но богом избранному драгоценному то есть кешу а вы сами как живые камни устроять из себя дом духовный священство святое чтобы приносить духовные жертвы благоприятные богу иисусом христом и шо хама чехом ибо сказано в писании вот я полагаю сегодня камень краеугольный избранный драгоценный и верующий в него не постыдится и дальше в девятом стихе говорится что новый род избранный царственное священство народ взятый народ святой люди взятые в удел дабы возвещать и так далее вот это слово взятый удел и вся эта концепция камней это взято вот именно с этой тары парша тцв и также исход 19 глава где вот это вот слово что вы драгоценные вы особые вы взятые в удел она выражается всего одним словом смотрите исход 19 шмот 19 19 5 6 стих и так если вы будете слушаться глаза моего и соблюдать завет мой то будете моему делом из всех народов ибо моя вся земля а вы будете у меня царством священником священников и народом святым и вот это слово что вы будете моему делом на иврите звучит сегула и вот это слово имеет три значения первое это драгоценный второе особый и третье а вот это вот фиолетовый цвет и вот это все о чем я сегодня хотел сказать также можно сказать что каждый из этих 12 камней он олицетворял племя израилева колени из колена израилева это были рубен шимон леви ехуда дан нафтали гад ашер и сахар завулон юсеф и вениамин но именно в этом видео я хотел акцентировать с вами на на вот этих камушках которые и мы с вами являемся в прекрасном доме господа бога израилева и я предлагаю вам очищаться каждый день каждый нести свой крест выполнять митцву те повеления и заповеди которые сказал нам бог через пророков до ешуа и через ешуа как воплощение как земное воплощение телесное воплощение бога израилева я благословляю вас амин